Здравствуйте! Вы смотрите программу «Факты мнения». Меня зовут Надежда Чечерина. Сегодня весь мир отмечает Международный день молодежи. Об этом празднике и о тех, в честь кого его учредили, я говорю, конечно, о молодых людях, мы поговорим сегодня с заместителем министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергеем Килиным. Здравствуйте, Сергей Владимирович. Спасибо, что пришли. Ну давайте, в общем, сначала об этом празднике. Все-таки это не какой-то стандартный праздник, где все радуются. Он для чего создан? Когда мы говорим о существе чего-либо, наверное, первоначально нужно изучить его историю. Праздник появился сравнительно недавно, в 1999 году. Появился он согласно указу, распоряжения или внутреннего документа Генеральной Ассаблеи ООН в 1999 году, повторю, и был актуализирован именно проблемами молодежи, которые и в сегодняшний момент волнуют общество. И они, несмотря на развитие технического прогресса, где-то уменьшили, а где-то даже увеличили влияние на молодежь современного общества и этих проблем. Но мы раньше говорили, что разница между российской молодежью и, предположим, западной или европейской, она гигантская. Сохранилась ли сейчас эта разница? Как вы думаете, в чем она? Вы знаете, если мы будем говорить о всеобщих ценностях, такие как добро, справедливость, любовь, либо другие ценности человеческие, то, конечно же, у любого молодого человека нашей планеты они одинаковы. Другой момент, что в каждом народе есть свои особенности, и нация за счет своей культуры приобретает иной взгляд на мир нас окружающих. И, конечно, в советский период этот взгляд разительно отличался. Если мы сегодня напрямую сравним, то, скажем так, разница не столь существенная, но она бесспорно есть. И если бы ее не было, и, наверное, и это было бы трагично. Потому что каждая нация должна иметь свой взгляд на мир, и именно вот в этом небольшом противоречии как раз таки развивается человечество. Другой вопрос, когда слишком радикально эти взгляды соприкасаются, и, может быть, иметь место некой серьезной вражде, которая перерождает войны. Вот об этом тоже, кстати говоря, на этом празднике молодежь и общается. То есть, по сути дела, этот праздник не в плане где-то там погулять, повеселиться, а в плане обсуждения насущных проблем, которые есть у современной молодежи. А проблем очень много. И если мы привыкли обсуждать, например, профориентацию, трудоустройства молодежи в России, смею вас заверить, в мире ситуация не лучше, а много хуже. И если мы говорим в целом о количественном составе молодого населения в мировом сообществе, то мы составляем порядка четвертой части. А если мы возьмем безработных, уже среди молодежи их будет половина. То есть мы понимаем, что молодежь – наиболее активная часть трудового населения мирового сообщества. Соответственно, вопросы трудоустройства беспокоят очень сильно молодых людей. Здоровья, нищеты и многих-многих других вопросов. Здесь я обращусь несколько к статистике и скажу, что мы, наверное, опять же отвлекаемся, живем в достаточно благоприятных условиях, но не знаем, что ежедневно, например, в мире погибает до 30 тысяч детей. На африканском континенте, в других континентах это имеет место быть, и об этом тоже говорят. Говорит молодежь, понимая, что через 10-20 лет именно ей придется решать эти вопросы, и она уже как бы осознает важность их и передает эту тему государственной власти для обсуждения. Мне кажется, какие-то очень глобальные вы сейчас вещи обозначаете. Мне, например, ближе что-то конкретное. Вот для молодежи, для людей моего поколения, я все-таки приравниваю себя к этой категории, важнее жилье, наверное, создание семьи, образование. Вот эти вещи обсуждаются. Молодежь считает это в массе своей проблемой? Конечно. Вы назвали еще несколько направлений, которые являются основополагающими в этом празднике. Вообще 15 направлений заявлено в празднике, а праздник был обусловлен всемирной конференцией министров по делам молодежи практически всех стран. И вот 15 направлений было выявлено, в том числе те, которые вы сказали. И во всех странах эта проблема есть. Мы понимаем, что трудоустроиться сложно. Легче трудоустроиться узконаправленному, высококвалифицированному специалисту. Но таких недостаточно. И мы понимаем, что широкий профиль тоже необходим. Ну и то, что вы перечислили, конечно, тоже обсуждается. Я знаю, что на Кубани у нас, естественно, тоже этого касаются. И мы на одном из молодежных форумов будем обсуждать эти проблемы. Вы, наверное, скажете. Наверное, да. Действительно актуально. Сегодня у нас на регионе 93 начинается последняя финальная смена платформы развития. И, конечно же, первый день будет в том числе включать обсуждения и конференции по теме Международного дня молодежи. И уверен, что будут некие инициативы. И эти инициативы будут поддержаны властью. Как раз об этом подробнее мы поговорим после короткой паузы. Вернемся. Вы смотрите программу «Факты мнения». Мы продолжаем беседовать с заместителем министра образования, науки и молодежной политики нашего края Сергеем Килиным. Мы с вами начали говорить о молодежном форуме «Регион 93» и о том, что там обсуждают в честь Международного дня молодежи. Давайте поконкретнее уже 15 направлений. Какие-то гости, скорее всего, будут площадки. Давайте возвращаемся к здоровью, учитывая, что смена объединяет не только людей, которые творчески развиты, имеют определенные способности, наклонности к интеллектуальному развитию, но и тех молодых ребят, которые пропагандируют и занимаются дворовым спортом в Краснодарском крае. Мы знаем, что есть серьезный молодежный проект «Прорыв», который поддержан губернатором. Одним из пунктов этого проекта является возведение инфраструктуры для дворовых видов спорта. Сегодня, кстати, об этом очень много говорят. Но и в том числе популяризация здоровья. Так вот, одно из направлений Международного дня молодежи – это как раз-таки оздоровление населения. Мы понимаем, что, к сожалению, в силу определенных пагубных привычек, это и алкоголезависимость, и наркозависимость, в мире погибает очень много молодых людей. А много людей, молодых, путем, скажем так, увлечения этими зависимостями тревожит свое здоровье, которое потом выражается через 10-20 лет в негативных последствиях. Так вот, первое обсуждение здорового образа жизни, каким образом на территории Краснодарского края в 2016 и 2017 году будет развиваться этот проект. Есть конкретные инициативы, необходима поддержка и уже дальнейшее развитие в рамках муниципалитетов. И это произойдет. Будут обсуждать вопросы в целом духовно-нравственного воспитания, потому что мы понимаем, сегодня такое слово вновь появляется спустя, наверное, 100-200 лет – гражданин мира. О нем много говорят и до конца не допонимают. Так вот, идея гражданина мира – это идея некого, пусть еще не дружественного, но мирного сообщества всех народов земли, которые могут с пользой общаться друг с другом. И здесь молодежь видит опасность в том, что не всегда эти принципы добропорядочности соблюдаются. И мы видим, как в некоторых странах возникает революция. Несмотря на то, что человечество постоянно развивается, войны не прекращаются, а может даже усиливаться. Более того, угрозы зачастую подстерегают рядового жителя не там, где ты их не ожидаешь. Вот об этом тоже будут говорить. И будут говорить о том, как внутренне изменить себя, чтобы не допустить таких явлений. Какие-то иностранные гости наверняка же будут на этой встрече. Все-таки гражданин мира – это международное сообщество, да и праздник международный. И мы же должны как-то коммуницировать. Я постараюсь достаточно четко выйти из этого вопроса. Наверное, правильнее все-таки сказать, что праздник не международный, а межгосударственный. Потому что Россия такая вот, много народов у нас проживает, но тем не менее политика одна и молодежная политика тоже одна. Поэтому на нашем форуме присутствуют ребята совершенно разных национальностей, народов, проживающих на территории Краснодарского края. Поэтому мы можем уверенно говорить о том, что на территории региона 93 у нас проводится как раз-таки международный, междунациональный день молодежи. А что касается товарищей из дальнего зарубежного, ну вот так случилось, что на этой смене у нас не будет. Но у нас впереди 2017 год. России выпала огромная честь проводить всемирный фестиваль молодежи и студентов в городе Сочи. И Краснодарский край уже начинает активно к этому готовиться. Помимо тех организационных действий, которые проводятся совместно с Федерацией, с Росмолодежью, непосредственно с администрацией Сочи, регион принимает участие в организации и делегации со всех районов Краснодарского края, в организации площадок, которые позволят раскрыть потенциал, духовный потенциал Кубани во всемирном сообществе. Вот как раз фестиваль молодежи и студентов, это октябрь следующего года. Октябрь 2017 года. 150 стран, правильно, да, цифра. Что вообще он будет из себя представлять, этот фестиваль? Есть уже какой-то образ, что мы там хотим показать или чему мы там хотим научиться? Или это просто площадка такая? Вы знаете, тут, наверное, правильнее говорить не мы, а мы предоставляем возможность для общения молодежи всей планеты. И, конечно же, там будут вопросы задаваться те, которые волнуют все человечество и которые будут волновать через 10-20 лет. А то, что Россия, вот эта миссия предназначена, это такое особенное значение в плане того, что Россия, она бесспорно обладает серьезной традиционностью. В ней сильны консервативные силы, которые в том числе помогают, естественно, развиваться человечеству. И, конечно, те идеи, которые будут озвучены молодежи, в том числе и России, возможно, и Кубани, они будут интересовать и будут внеблены всем сообществом, которое будет представлено. А учитывая, что участники этого фестиваля, ну, скорее всего, потенциальные руководители государств разных, мы понимаем, что подбор будет не абы кого послать на Всемирный фестиваль, а тех людей, которые уже имеют определенный потенциал. Так вот, мы будем уверены, что через 10-20 лет те наработки, те обсуждения, те контакты, которые появятся в городе Сочи между этими людьми, они, конечно, возымеют и будут иметь определенное положительное, созидательное послесловие. Я, насколько знаю, вот у нас в крае как раз таких ребят, которые уже чего-то добились очень много, и они ездят и на федеральные форумы, и Таврида, и Территория Смыслов. 600 человек, да, вы говорили? Да, в этом году у нас рекордная цифра. 600 человек с территории Кубани посетило федеральные смены и слеты. Это, если не первое, то точно второе количество со всех регионов России по насыщаемости. И мы представлены достаточно ярко. Помимо того, что у нас своя красивая форма, конечно, важно содержание. И в содержании как раз-таки мы доказываем и получаем определенные положительные оценки, получая, соответственно, заслуженные гранты. Если мы в прошлом году привезли на Кубань более 2 миллионов грантов, и они реализованы были на территории всех районов, многих районов Краснодарского края, то надеемся, что этот год принесет еще большее количество. У вас еще сейчас есть время для того, чтобы обратиться к нашей молодежи и поздравить с праздником коротко и пожелать, чего бы вы хотели пожелать. Да не только молодежи, наверное, всем нам, конечно же, желаю мира. Желаю, чтобы мы осознали, что наша миссия в том, чтобы сделать счастливым другого, но при этом совершенствуя себя. Поэтому желаю здоровья, любви и удачи. Спасибо большое, Сергей Владимирович, за то, что пришли, за эти пожелания. Вы смотрели программу «Факты и мнения». У нас в гостях был заместитель министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. Всего хорошего. До свидания.